привет всем меня зовут олег и добро пожаловать на канал записки гастарбайтера на данный момент я нахожусь в ресторанчике тай хинг это довольно популярная сеть кафешек или ресторанов главным образом здесь блюда подаются из гонконга то есть это якобы гонконгская кухня только что я себе заказал лапку сингапурскую это жареная лапка с креветками довольно вкусно я ее периодически здесь заказываю так же к ней был заказан соевый соус соевый соус здесь бесплатный но возникает всегда проблема как им объяснить соевый соус для этого я использую такое приложение как байду транслайтер почему его потому что в китае им можно пользоваться без всяких проблем и если например вы решите использовать яндекс переводчик то иногда он может тупить работать медленно если вы соберетесь использовать google транслейтер то это головная боль здесь китая вам придется подключать vpn либо использовать еще какие-то сервисы в общем так но почти у всех китайских блюд даже гонконгских есть одна большая проблема в том то что они добавляют очень много масла в свою еду и соответственно если вы привыкли есть относительно такое постное полезное то считаю это будет действовать относительно негативно в этом плане я как только приехал в китай буквально за три месяца набрал 10 килограмм где-то так что довольно таки много да кстати с автофокусом все в порядке это я так специально направил его на девушек я не планировал я так делать что еще и другая очень интересная особенность китайцев при всем при том то что здесь всегда невероятно жирная они все худые мне вот интересно почему напишите в комментариях почему вы думаете большая часть китайцев куды я думаю потому что они едят не так много мяса как мы опять-таки я встречал очень много довольно таки упитанных вегетарианцев даже не знаю в чем причина на самом деле данная лапша является одним из моих любимых блюд здесь но она очень жирная и раньше здесь были порции ну прилично больше чем сейчас вообще данную лапшу я заказываю почти всегда когда я здесь ее стоимость составляет 36 юаней это средний ценник для большинства кафешек здесь китая естественно есть дешевле есть подороже но средний рейндж это где-то от 20 до 50 юаней каким-то чудом оказался в гонконге вот вчера только кушал гонконгском ресторанчики а сегодня понадобилось очень срочно приехать сюда встретиться с друзьями и вот сейчас я снова еду обратно надо будет быстренько поужинать гонконгском где-нибудь здесь единственное то что я не уверен то что я сейчас найду что-то интересное где можно быстро перекусить но посмотрим я опять гонконгском ресторанчики но на этот раз нахожусь уже в самом гонконге заказал вот такой чай и заказал какую-то лапшу с бифом то есть говядиной честно сказать я даже не знаю что именно я заказал но все это дело обошлось 39 юаней на самом деле по вкусу это очень даже ничего я даже не против это есть каждый день и честно сказать я даже не против перебраться сюда в гонконг но пока никто не предлагает мне здесь работу либо что-то еще но посмотрим что будет будущем я наконец-то вернулся в гуанджо и позади меня находится один из моих любимых ресторанчиков гонконгской кухни в гуанджо это сеть ресторанов где готовят очень вкусные сеты и кроме того здесь готовят некоторые блюда которые можно найти только в гонконге вот если вы будете в гуанджо и видите вот это лого то обязательно посетите готовят очень вкусно чаще всего из блюд здесь я заказываю вот этот сет либо вот этот но сейчас я закажу лапшу с сыром в одном из видео дениса мы вместе пробовали такое в гонконге кстати был свое время такой промежуток времени китая когда китайцы вывели из гонконга не только продукцию apple электронику крема маски косметику но и был момент когда они вывозили гонконга ритс по 20-30 килограмм на человека связано это с тем что в китае земля полностью выработана но сейчас китайцы нашли выход они начали развивать земледелие в камбодже они влаживают туда огромные деньги и с учетом того что в камбодже земля не возделывалась очень и очень долгое время качество земли там очень высокое и там не только палку отнегнешь и что-то из нее вырастет но и вырастет что-то очень и очень полезное но естественно они делают ставку не только на камбоджу но и на многие другие страны юго-восточной азии очень много риса например здесь китай импортированы из таиланда из вьетнама и других стран а еще последние года во всяком случае в гуанчжоу юге китая открылось очень много магазинов импортной еды туда приводят мясо из австралии из бразилии из аргентины кстати у нас в россии тоже приводит очень много мяса из бразилии и аргентины а вот то что я заказал немножко похуже чем том гонконгском ресторанчике эти фишболы не лучше бы они заменили свиной шейкой но во всем остальном очень вкусно и питательно если будете в гонконге рекомендую попробовать именно том артентичном месте которым мы с денисом ели но если у вас нет возможности ближайшее время оказаться в гонконге но есть возможность казаться в гуанчжоу то эта сеть ресторанов очень неплохая готовит вкусно цена относительно приемлемая также рекомендую попробовать здесь различные сеты они также вкусные очень сытные и по утрам это наверно лучший завтрак надеюсь данное видео вам понравилось если есть вопросы то оставляйте в комментариях если не подписаны то подписывайтесь ну и если есть возможность то делитесь данным видео всем спасибо и пока